Март стал очень насыщенным в плане соревнований для пловцов из Китимского района. О том, где уже удалось поучаствовать и где только предстоит наш сюжет. В плавательном бассейне «Коралл» очередная плановая тренировка. Ребята не расслабляются. Несмотря на то, что совсем недавно они вернулись с соревнований, отдыхать некогда. Себя нужно держать в постоянном спортивном тонусе. Тренер Елена Есипова внимательно следит за занятиями. Своими воспитанниками она по праву гордится и не забывает похвалить, когда они улучшают результаты. С 1 по 3 марта ребята участвовали в крупных значимых соревнованиях. В Новосибирске состоялся Кубок Сибири. 800 участников, сильнейшие спортсмены со всех уголков федерального округа. Большая эмоциональная нагрузка и серьезное судейство. Отличный результат показал Кирилл Клементьев 2007 года рождения. Судневший взять две серебряные медали. Туда я ехал с таким боевым настроем. Было желание победить, занять место. В принципе, соревнования прошли хорошо. Все устраивало. Организация была хорошая. Ну и вернулся, конечно же, довольный, что не с пустыми руками. Пришлось бодаться с мальчиком из Новосибирска. С ним уже тоже давно соревнуемся. И вот первое место занял из Красноярска. В спортивной жизни Кирилла это далеко не первое соревнование. Плаванием он занимается с 9 лет. Первый тренер Николай Васильев во многом определил будущее маленького пловца, сумев привить ему любовь к выбранному виду спорта. Результатом стали многочисленные участия и победы на областных и всероссийских соревнованиях. Защита кандидата в мастера спорта. Под крыло тренера Елены Есиповой Кирилл перешел с января текущего года. Взаимопонимание между трудолюбивым воспитанником и тренером, нацеленным на результат, было найдено и подтверждено на Кубке Сибири. Сейчас юноша готовится к первенству России, состоится которое в конце апреля в Саранске. Младшие товарищи Кирилла по воде тоже сумели достойно себя показать. С 13 по 14 марта они поучаствовали в первенстве Новосибирской области по плаванию имени заслуженного тренера Андрея Лякишева. Денис Исаченко – один из семерых ребят, представлявших эскетим. Заплыл, я плыл, получается, первый день у меня плыл, я 50 метров брас и 50 метров крон. Выступил я этот день отлично, я подтвердил третий взрослый разряд на этих соревнованиях. Получается, Елене Александровне, моему любимому тренеру, очень понравилось мое время и брасам, и кролям. Второй день был самый сложный, потому что я плыл целые 200 метров крон. Это длинная вода и длинная дистанция. Было прям сложно. Я еще волновался перед этим заплывом, потому что он был длинный, я это знал. И тоже выступил отлично, обогнал своего соперника. В соревновании Денис привез три золотых медали и кубок лучшего пловца в своей возрастной категории. И юный спортсмен, и его тренер, конечно, результатом очень довольны. Упорные тренировки и воля к победе оказались оправданными. Я хотела бы поблагодарить своих родителей за их очень хорошую поддержку. Хотела бы поблагодарить своего любимого тренера, который учит меня плавать, который пытается, чтобы я лучше плавал. И она прям отличный тренер. Я еще чуть-чуть благодарен своим друзьям, потому что они меня очень сильно поддерживают на каждом соревновании. Впервые за всю свою историю первенство имени Лякишева проходило в течение двух дней. В первую участников ждали короткие дистанции, заплыва на 50 метров. Во второй день ребята плавали на длинные дистанции – 200 и 400 метров полем. Для младших спортсменов это стало тяжелым испытанием. К нему они долго, усердно готовились. Тренировки у ребят проходят по два часа, шесть дней в неделю. Результат превзошел ожидания. Тренер с гордостью сообщает, что в соревновании ее воспитанники привезли шесть золотых медалей и две серебряные. Плавал я 50 вольный стиль, 50 на спине и 400 кроль. На 400 кроль я взял медаль. Очень рад был, когда занял первое место. Я сначала не понял, потом я узнал очень, можно сказать, улыбался, радовался. Ну, я там увидела часть, где было очень глубоко, и я боялась, что у меня там упадут очки, и я их не смогу достать. Я заняла второе место на дистанции 50 метров брасом. Когда объявили, что у меня второе место, я порадовалась, потому что меня похвалит тренер, родители там. В первенстве по плаванию приняло участие семь пловцов. Для двух из них это стало первыми соревнованиями такого уровня. Аполлинария Арсентьева впервые видела такой большой бассейн и побаивалась выхода на воду. Однако преодолела свой страх и достойно выступила. Второе место я получила с дистанции 50 метров кролем. Первое место 50 метров брасом. И первое место 200 метров кролем. Труднее всего было плыть кролем. Кролем 200 метров, потому что большая дистанция. Улучшить результаты, не подвести тренера, доказать самому себе, что способен покорить любые вершины. То, к чему стремится здесь каждый юный спортсмен. В настоящее время пловцы готовятся к очередным состязаниям на воде. Соревнования «Веселый дельфин» состоятся уже в конце марта. Участие в них примут Ульяна Агапоненко и Миша Це. Пожелаем ребятам легкой воды и наград. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова